Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. И вшед к ней ангел рече, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты в женах, она же, видевшая, смутись, ословеси Его и помышляши, каково будет целование сие. И рече ангел ей, не бойся, Мариам, обреть его благодать от Бога, и се зачнеши во чреве, и родиши сына, и наречеши имя Ему и Иисус. Сей будет вели, и Сын Вышнего наречется, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и воцарится в дому Иаковли, вовеки, и царство Его не будет конца. И рече же Мариам к ангелу, каково будет сие, и де же мужа не знаю. И отвечав ангел рече ей, Дух Святый найдет натя, и сила Вышнего осениття. Тем же и рождаемое свято наречется Сын Божий, и сей ли совет южика Твоя, и та зачат сына в старости своей, и сей месяц шестый ей есть, нарицаемый неплод, яко не изнеможет от Бога вся глагол. Рече же Мариам, все раба Господня, буди мне по глаголу Твоему, и отиди от нее ангел. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вторник, 7 апреля. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 1 глава, с 24 по 38 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. После этих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, «К деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова, имя же деве Мария». Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это бы значило приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемая свято наречется сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день читаем мы с вами. Великий вторник в этом году совпадает с праздником Благовещения Престой Богородицы, и, соответственно, в сегодняшний день мы читаем с вами вот этот праздничный евангельский отрывок. Итак, Благовещение Пречистой Божьей Матери – это главизна нашего спасения, знаем мы эти слова из церковного предания. Итак, почему же это главизна? Вот ангел Гавриил был послан к Марии, которая была обручена Иосифу, чтобы возвестить ей благую весть. И вообще слово «евангелие» переводится на русский язык как «благая весть». Для всего мира возвещена эта благая весть, и эта весть о том, что от нее родится тот, кто наречется Сыном Всевышнего, тот, кто спасет человеческий мир. Итак, очень странные слова слышит Мария, но вот для нас здесь вообще весь этот праздник и весь смысл этого, может быть, евангельского события, этого сюжета раскрыты в последних словах, которые сказала Пречистая Божья Матерь. И вообще, когда мы говорим о Пречистой Божьей Матери, мы, конечно же, говорим о высоте, величине ее подвига, несравнимого подвига. И она достигает такой высоты, что именуем мы ее «честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим». То есть, а с чем это было связано? Конечно же, это было связано вот с ее жизнью, с ее избранием. И есть такой вопрос в догматическом богословии, он называется «Почему нескоро на землю пришел Господь Искупитель?» Зачем было дано вот это время? Почему так сразу же Бог не захотел, чтобы Сын, чтобы Слово явилось в мир и было совершено искупление человеческого рода? И ответы даются разные, один из ответов, он заключается, как раз таки, в том, что еще не был подготовлен тот сосуд, который мог бы воспринять Слово Божие. А что значит «не был готов»? То есть, не находилось еще во всем мире того человека, святость и высота которого бы смогла хоть на сколько-то приблизить и принять в себя предвечное Слово Божие. Ведь и в этом заключается для нас, ну скажем так, то назидание в этом подвиге, который совершила Пречистая Божия Матерь. Итак, конечно, нам вот Боговоплощение, это для нас является великой тайной. Сам апостол Павел в послании к Тимофею пишет «Фелия благочестия тайна, Бог явися воплоти». То есть, объяснить, как всемогущий Бог сделался человеком, мы, конечно же, не можем. И здесь мы не должны даже и пытаться хоть сколько-то своим логикой или умом проникнуться в эту тайну. Здесь мы должны всегда помнить слова Божии, обращенные некогда к Моисею, где он говорил ему «Не подходи сюда, сними». Помните, да, эти слова? «Обувь с ног своих, это место свято есть». То есть, апостол Павел тоже в одном из своих посланий, в послании Коринфянам, говорит «Не мудрствуй сверх того, что написано». Поэтому нам вот эту весть тоже следует принять на веру и также с чистым сердцем, как это совершает Пречистая Божия Матерь. Посмотрите, все-таки для нас этот пример, ну, величайший просто, просто невероятный пример и откроем для себя сразу же, дадим ответ чего? Конечно же, смирение. Итак, посмотрите и обратите свое внимание, с каким смирением и доверием Пречистая Божия Матерь принимает слова Архангела Гавриила. «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». Все. Вот услышать эти слова и понять. Через эти слова становится нам все ясно. И посмотрите, казалось бы, Господь еще даже не родился, но уже через Божию Матерь нам открывается вот то, через что приходит в мир Царства Божия. В мир Царство Божие приходит и открывается нам через послушание и смирение. И мы можем стать наследниками Царства Божия, только лишь усвояя в своем сердце две эти добродетели. Начинает все с послушания и далее, так сказать, следует смирение. Что такое смирение? Многие, может быть, рассуждают над этим вопросом, некоторые, к слову сказать, современные, такие публицисты или философы. И говорят о том, что смирение, ну, в христианском понимании, это вот доведение человека до состояния постоянной вины и какой-то забитости и прочее, и прочее, и прочее. Но мы с вами должны понимать, что смирение это принятие всего того, что дает нам Бог с миром, то есть без всякого восстания, без всякой гордости. Вот добродетель смирения, она противостоит гордости. Гордостью грех в ниде в мир, а грехом смерть. Начальник зла дьявол, и в сердце его коренится гордость, и гордость для всех является погибелью, но через смирение приходит спасение и жизнь. Вот как удивительным образом открывает нам Господь вот эту великую тайну спасения. Христос в Священном Писании говорит, что трудный путь в Царство Небесное, и узок путь, и узок путь, но для того, чтобы войти в него, нужно нам хоть сколько-то преодолеть самого себя. Но мы же скажем еще дальше, не просто узкие врата в Царство Небесное, но они еще настолько низкие, и об этом мы уже тоже говорили, что для того, чтобы туда проникнуть, нужно очень глубоко наклониться, очень низко наклониться, забыть о своем «я». И вот здесь-то и начинается борьба. То есть, вот что дает нам Бог в этом мире, принимая это или нет, следуя ли за Христом, неся свой крест, или же противлюсь этому. Вот чему нас научает Пречистое Божия Матерь, величине, великому, великой силе Божией, смирению. И вот прими этот дар в свое сердце, проникнись этим даром, и вообще ничего не станет для тебя невозможным. Оказывается так, вот сила, говорит Господь Божия, в немощи совершается. И действительно, кажется, ну что это такое смирение, кротость, послушание. Почему именно через это дается благодать? Но именно так захотел устроить Господь этот мир. Именно вот так, как нам кажется непонятно и не по человеческой логике, устроен этот мир. И в особенности устроено Царство Небесное. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И тогда отошел от нее ангел. Вспомним молитву Господню. Мы просим Бога, чтобы воля Божия исполнялась как на небе, так и на земле. И мы просим Бога о том, чтобы Он нам дал хлеб, нам насущный, ибо Бог знает, что нам потребно. И мы молимся о том, чтобы вот этот промысел в мире совершался Божий. И чтобы мы понимали, ради чего нам все дается в этом мире. И вот, естественно, этот праздник Благовещения Престой Богородицы – это великий праздник. Праздник, в котором мы научаемся многому. Праздник, через который приходит нам великая и спасительная сила Божия. И вот рождается Господь для того, чтобы взойти на Голгов, распростить свои руки на кресте, быть пригвожденному ко кресту, произнести слова «Боже, Боже мой, зачем ты меня оставил?» Ради того, чтобы совершить спасение и искупление человеческого рода, ради того, чтобы человек обрел жизнь. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день читали мы с вами. Мы читали Евангелие от Луки, 1 главу, с 24 по 38 стих. Ну, а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok